здравствуйте по дороге школы мама спрашивает сына что вы учили сегодня по туре переход через красное море ну и как это произошло когда египтяне прижали еврея к берегу моисей вызвал подкрепление после артподготовки при поддержке авиации наши танки смяли все египетские колесницы мама горит ой что-то мне не верится что учитывается вам так все и рассказала ой мама если ты этому не веришь то тем более не поверишь тому что она нам на самом деле рассказала это бородатый анекдот но он отображает то что происходит в израильском образовании то что там учат как там учат туру и несмотря на законы слова божие в общеобразовательной школе это самое один из неуважаемых предметов по сравнению с математикой физикой это конечно не тот урок которому люди относятся серьезно в чем причина давайте посмотрим один отрывок из четвертой книги царств с 25 стиха давайте его сначала прочитаем целиком и потом посмотрим на какие-то детали подробнее 4 царств 17 глава ассирийский царь и захватил северное царство израиль и переселяет народы израильтян куда подальше а на святое место которое пусто не бывает другое население и перевел царь ассирийский людей из вавилона и из куты из а вы и зимов и из сепар ваима и поселила в городах самарийских место сынов израилевых и они владели самарию и стали жить в городах и и как в начале жительства своего там они не чтили господа то господь посылал них львов которые умерщвляли их и донесли царю ассирийскому и сказали народы которые ты переселил и поселил в городах самарийских не знают закона бога той земли и зато он посылает на них львов и вот они умерщают их потому что они не знают закона бога той земли и повелел царь ассирийский сказал отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда. Пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли. И пришел один из священников, которые выселили из Самарии, и жил в Вифиле, и учил их, как чтить Господа. Притом сделал каждый народ из своих богов и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне. Каждый народ своих народах, где живут они. Вавилоняне сделали суккотбенов, кутицы сделали нергала, и емафряне сделали Ашиму. Авицы сделали Невхаза и Тартака, а сипарвоимцы сожгали сыновей своих в огне Адрамелеху и Анамелеху богам сипарвоимским. Между тем чтили и Господа, и сделали у себя священников высот из среды своей, и они служили у них в капищах высот. Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. До сего дня поступают они по прежним своим обычаям, не боятся Господа и не поступают по уставам и по обрядам и по закону и по заповедям, которые заповедал Господь сынам Израилева, Иракова, которому он дал имя Израиля. Вот такая у нас история. Первое. Во-первых, мы видим, что царю докладывают, что люди не знают законов Бога той земли, и Бог посылает на них львов, потому что они его не чтут. И так здесь мы как-то это упоминали скользко, что действительно есть учение, что это такая особенная земля. Богу да, интересны люди, но Богу особенно интересны те люди, которые живут в святой земле. То есть те же самые кутийцы, сепарвоимцы где-то там жили, но вот здесь Бог с ними начинает диалог. И он и бежит от лица Господа, это значит покинуть Эрес Исраилю, убежать от диалога с Богом. Здесь люди оказались в той ситуации, что им приходится завести с Богом диалог. Как-то Бог дает им свое послание, он посылает на них львов. Внимание! Бог не послал этих львов на израильтян, пока они там жили, потому что состояние израильтян было такое, что если бы Бог послал на них львов, они бы все равно не покаялись. Это для них бы уже не помогло. А вот с этими народами, самарийцы, самаритяне, вот они были готовы воспринимать Божье послание. Тем более, что вот здесь вот это идет перечисление богов, тридцатый стих, сукотбинов, кутитин, нергалы, и формулирование сделано ашиму. В общем, как-то перечисляются бога, и Талмуд переводит, что смысл, вот этот бог, вот этот он был в образе петуха, вот этот бог он был в образе собаки, вот этот бог он был в образе осла. То есть вот такой вот бога в образе скотины, и бог дает им послание, что он заведует вообще-то львами, он тут самый крутой, и поэтому они должны его уважать. Что делает король? Он говорит, пошлите священника, который поклонялся Господу, чтобы он научил вот этих переселенцев, как все-таки надо бога чтить и почитать, и он посылает священника. Теперь, этот священник израильтянин, который поклонялся, был в Израильском царстве, чему он мог научить самаритян. Во-первых, Пятикнижие Моисея является истиной, но потом появился какой-то там Давид, забрал себе ковчег в Иерусалим и говорит, поклоняйтесь только здесь, но на самом деле таки надо поклоняться Тельцам, вот в этом месте и вот в этом месте. И вот он начал вот этому учить. И давайте посмотрим на реакцию людей на то, как они восприняли это учение. И пришел один из священников, который выселил из Самарии и жил в Вифиле и учил их, как чтить Господа. Итак, пришел евангелист и начал рассказывать переселенцам, как Господа начало чтить, надо чтить, и эти переселенцы все дружно, что начали делать? Каждый начал делать своих богов, поставил им каждому капище, которое устроили самаряне, каждый народ в своих городах, где живут они. Да? Они стали служить своим богам, которым служили и раньше. Вы себе представляете, да? Вот такой результат дает учение, как надо правильно чтить Господа. А? В устах того человека, который сам этому учению не верит. Это похоже на то, что происходит в израильских школах. Я учился в советской школе, где Бога не любили. И да, я могу подумать, что образование, какие-то уроки закона Божьего, они помогут. Здесь, в Израиле, я вижу, это мои дети ходят в школу и учат там Туру и Танах, но я вижу результаты этого. Почему? Как это происходит у нас в школе? А, вот есть один предмет. Его надо отчитать, вот этот материал, там в течение вот этого года. Кто может это сделать? Ну, конечно, не тот, кто верит в Библию. Основная категория – это тот человек, у которого есть разрешение от Министерства образования, который умеет обращаться с детьми, который у нас учился в университете так-то, так-то и так-то. И он это все знает. Никаких требований к тому, чтобы он в это верил. Поэтому и получаются результаты. Люди учат Библию в школе, но этого ничего не делают. Они принимают от учителей знания, смешанные с неверием. Как вы думаете, если бы учитель математики не верил в то, что в один плюс один будет два? Он бы знал доказательства, но он не верил бы в это. Как вы думаете, как долго бы он удержался, преподавая свой предмет? А мы имеем это в нашей системе образования, вот поэтому и дети тоже в это не верят. Это не кажется им чем-то важным, то, что определяешь в жизни. И вот так вот появились самаряне, которые смешивали грешное с праведным и очень много дальше в последовательстве в истории насолили иудеям. Когда иудеи возвращались из плена, первые четыре партии были убиты самарянами, и только пятая партия под руководством Неемии стала как-то набирать обороты, процветать и выживать. Вот такая история есть в Библии, что библейскую веру надо строить на фундаменте доверия. Слово, знания должны основываться на вере, а не наоборот вера вера не может стоять на знании, а знание должно приходить от Бога. Вот такая история. Спасибо, будьте благословены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова